Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Если вы не знаете, что приготовить на завтрак или хотите что-то новое, то это видео именно для вас. Все завтраки готовятся несложно и из самых доступных продуктов. Первым приготовим необыкновенно вкусный и сытный завтрак из яиц с колбасой и хлебом. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнаете еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Два кусочка белого хлеба нарезаем кубиками. 100 грамм колбасы тоже нарезаем кубиками. Я взяла ветчину, но можно брать абсолютно любую колбасу, которая есть у вас в холодильнике. Один помидор режем колечками. 50 грамм сыра трем на крупной терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный кубиками хлеб. Сушим хлеб на небольшом огне, периодически перемешивая примерно 5 минут. Он должен немного подрумяниться. Сюда же к сухарикам добавляем уже нарезанную колбасу. Все немного обжариваем для вкуса и аромата. Разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу. И немного взбиваем их вилкой. Взбитыми яйцами заливаем сухарики и колбасу. Сверху выкладываем кружочки помидоров. Помидоры можно заменить кетчупом. Все посыпаем тертым сыром. Кстати, если вы еще не видели еще одно мое видео 5 идей для завтрака, то смотрите его по ссылке на экране или в описании под видео. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 4 минуты, пока приготовятся яйца. Завтрак с яйцами, колбасой и хлебом получился очень вкусным и сытным. Также его можно приготовить и на большее количество порций, увеличив количество ингредиентов. Вторым приготовим необычный омлет на завтрак с творогом. Готовится он тоже очень быстро и приготовить его сможет каждый. Такой омлет подходит всем и детям и взрослым. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко режем небольшой пучок укропа. 30 грамм творога разминаем вилкой, чтобы не было больших крупинок. 30 грамм сыра трем на крупной терке. В миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем венчиком или вилкой. Во взбитые яйца добавляем подготовленный творог и измельченный укроп. Все перемешиваем. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла. Выливаем приготовленный омлет и распределяем его по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем тертым сыром. Все ингредиенты для омлета я оставлю внизу под видео в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. Сковороду накрываем крышкой и жарим омлет на маленьком огне. Готовый омлет складываем вдвое и подаем на стол. К омлету кладем помидор и зелень. Омлет с творогом получился очень вкусным, аппетитным и необычным. Обязательно приготовьте такой вкусный завтрак, я думаю он вам тоже понравится. Третьим приготовим необычный и красивый завтрак из яиц и лаваша. Такой завтрак можно подавать порционно каждому. Один тонкий лаваш разрезаем на квадратные кусочки размером примерно 10 на 10 сантиметров. Берем форму для выпечки кексов и обязательно смазываем ее сливочным маслом. Я его немного растопила в микроволновке, так легче смазывать кисточкой. Формочки используйте такие, какие у вас есть. Они могут быть также одинарными, металлическими или силиконовыми. Каждый кусок лаваша кладем в отдельную формочку, формируя чашечку. В каждую чашечку из лаваша разбиваем одно яйцо. Сверху яйцо немного солим. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Тертым сыром обильно посыпаем яйца сверху. На каждое яйцо нужно примерно 15 грамм сыра. Лучше всего сюда подходит сыр моцарелла, но вы можете взять, как и я, любой другой, какой у вас есть в холодильнике. Это базовый рецепт приготовления яиц в чашечках из лаваша. На свое усмотрение сюда можно добавить все, что найдется у вас в данный момент в холодильнике. Например, колбасу, бекон, помидоры и разную зелень. Все ставим в уже разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 15 минут. В моей духовке за это время желток не успевает полностью запечься. Завтрак готов. Подаем его на стол в горячем виде. Красивый завтрак из яиц в чашечках из лаваша получился очень вкусным, необычным и красивым. Готовится он настолько просто и легко, что с ним справится абсолютно каждый. Обязательно его приготовьте. Следующим вариантом для завтрака предлагаю приготовить самый необычный омлет на сковороде. Если хотите удивить завтраком своих родных и близких, то обязательно приготовьте такой омлет. 4 яйца разделяем на желток и белок. В желток добавляем щепотку соли и перемешиваем вилкой. Белки тоже немного солим и взбиваем миксером до плотной устойчивой пены. Уже разогретую сковороду смазываем небольшим кусочком сливочного масла. Сюда же выливаем весь подготовленный желток. Желток должен распределиться по всей сковороде. Сверху на желток выкладываем взбитый белок и распределяем его лопаткой по всей сковороде. Сковороду обязательно накрываем крышкой. Готовим омлет на маленьком огне примерно 5-6 минут. Готовый омлет аккуратно достаем на тарелку. Для красивой подачи омлет разрезаем пополам и складываем вдвое. К омлету кладем зелень, помидоры и хлеб и подаем на стол. Омлет пуляр получился очень вкусным и красивым. Обязательно приготовьте такой омлет и удивите своих родных таким простым и необычным завтраком. И пятым приготовим очень вкусный и сытный завтрак с лавашом. Готовится он из доступных продуктов всего лишь за 10 минут. Такой рецепт вам точно понравится и приживется на вашей кухне. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала все подготовим. Берем тарелку такого же диаметра, как и дно сковороды. Кладем эту тарелку на тонкий лаваш и вырезаем из него два круга. 80 грамм сыра трем на крупной терке. Мелко измельчаем небольшой пучок зелени. Я взяла укроп. Сковороду ставим на маленький огонь и кладем на нее один круг лаваша. Сковороду ничем смазывать не нужно. На лаваш разбиваем 4 яйца. Яйца солим по вкусу и перчим. На яйца насыпаем измельченный укроп. Сверху все посыпаем половиной тертого сыра. Накрываем вторым листом лаваша. Сковороду накрываем крышкой и жарим на маленьком огне примерно 4 минуты. Яйца уже немного схватились. Все переворачиваем на другую сторону. Сверху лаваш посыпаем оставшимся тертым сыром. Сковороду опять накрываем крышкой и готовим еще примерно 4 минуты. Завтрак готов. Подаем его на стол в горячем виде. Завтрак из яиц, лаваша и сыра получился необычным, очень вкусным и сытным. А готовить его одно удовольствие. Обязательно его приготовьте. Я уверена, он вам очень понравится. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И напишите в комментариях, какие блюда вы любите готовить на завтрак больше всего. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!